так значит реп 2308 год пару дней назад остановился надо вспомнить что у нас какие дела на планетах так тут что-то строится на кристаллы две фабрики занятость 1 ладно ну фабрики достроит будет занятость еще там немножко о вот тут уже ноль занятости то есть стопудовая планета уже работает на полную мощность и если будет лишние люди надо будет их переселять так первая колония занятость есть райончик строить не строить и какие-нибудь здания об чем у нас по добыче на кристаллы два завода построиться можно в принципе тоже на кристаллы влепить фондовая биржа так а а биржа нам что дает участвуя в свободной торговле товарами и услугами мы создаем условия для более специализированной экономики где каждый может преуспеть своей узкой области и торговать с учетом собственных нужд еще и на кристаллы содержится фермы театры а эти ребята у нас значит все производят может поставить ну вот эту биржу тоже можно поставить коммерческие зоны ванумская светилища че нам дает все корпус энергосети нету поставим так колония 3 так что-то улучшается у нас тут два райончика можно построить хочу строить сплавы так здесь что производит у нас вот эту древнюю фабрику переработки тоже построить ну пока хватит тут деятельности много не занято неиспользуемой так здесь улучшаем так чушь построить может науку построить какую-нибудь или производство вот этих артефактов хотя она не надо вот эту фабрику переработки короче залепим и пусть место одно остается так теперь реликтовая планета столица там кстати райончики должны открыться плюс 3 как раз эти все откроются ну энергетические наверно поставить всегда пригодится так и здесь может науку поставить на одну штучку поставим жилье вроде есть пока мега верфь тут у нас колосс мега верфь улучшается так пускай идет игра вспомнить то хоть чего мы делаем на данный момент автоматическое строительство буря это нам неинтересно так физику выберем а чё он там хочет чё он куда идет а вот строить так физика ну давай уже наверно брать двигатель посмотрим будет какое-то событие нет активацию или врат брать так раскопки подо льдом наши ученые разбили свои лагеря по краям гладкого замерзшего озера при достаточном освещении подо льдом можно разглядеть тонкие призрачные башни они поднимаются со дна озера подобно стойким водорослям менее опытным отрядам все еще трудно работать при таком лютом стерильном холоде несмотря на это раскопки продвигаются быстро мы обнаружили множество воздушных шлюзов предназначенных для стыковки примитивных подводных судов хотя следы самих кораблей пока что отсутствуют мы не знаем сбежали обидать обитатели башен или остались внутри но все все их доки стоят пустыми ну конечно изучить надо надо не впадло потратить немножко и прогресс макроклиматический контроль но это интереснее наверно а где это у нас и кто исследует археолог так а тут у нас я так помню строится джиггернаут вот что мне интересен этот корабль и вообще потом в конструкторе судов надо посидеть барьер так это пока не надо нам о максимум доверие крепкие связи не знаю надо сейчас влияние или нет пускай будет физика активация левран берем посмотрим там поди повторяющиеся уже будут на автомат поставим физику и все открытие проходов или скопления и переместимся где это у нас открылась эль врата теперь наши ученые уверены что наших знаний об эль вратах и принципах их работы достаточно чтобы прервать их цикл вечного технического обслуживания если попытка увенчает с успехом эль врата в системе черная дыра валендана позволит нам получить не немедленный доступ к отдаленному эль скоплению после завершения цикла технического обслуживания все остальные эль врата в галактике тоже скорее всего начнут функционировать за считанные годы после самокоррекции их адаптивного программного обеспечения но до тех пор пока мы получим значительное преимущество так как сможем исследовать это скопление без помех особый проект эль врата так то это у нас тут рейдерская флотилия так это у нас кто управляет титанами адмирал тогда раскопки подо льдом некоторые износ когда мы приступили к уборке льда вокруг погребенных под ними жилищ ученые обнаружили возле стыковочной башни примитивный компьютерный терминал похоже что кто-то успел прогрызть его хрупкий металлический корпус нам удалось запустить терминал после незначительного ремонта большая часть сети здания не работает но мы получили ценную информацию о расположении и содержимом складов с припасами что еще интереснее мы обнаружили личные дела участников экспедиции и архив с их отчетами так ну все никаких уникальных тут нету ставим на автомат и пускай следуется само потому что отвлекаться на это уже надоело действие влияние все в предел у нас упирается в принципе ресурсов минус никакие не идут все нормально добывается так кто-то кого-то оскорбил да скоро мы их хлопнем их там уже мало осталось вроде как вода с ними воюют а и вы там победили в войне кстати говоря так это археолог ухты так выразительный рассказчик ну это бы раньше конечно скорость раскопок ночью прикольно если будет еще копать пускай это улучшает это уже нам не грозит аномалии так то не осталось тогда кропотливые берем так кстати где эль скопления это и нам сюда попасть бы надо короче бездну уничтожать о завершении а мы продлеваем пускай продлевается все и надо как-то понять сферу дайсона нам можно строить или что-то я не вкуриваю вообще так там что-то покров я так понял так что они там хотят одно из условий должно выполняться так мы против раскопки тревожные новости мы продолжаем изучать поселение на планете рулан 5 но чем больше мы узнаем тем сильнее растет наше беспокойство мы обнаружили останки пограничной колонии принадлежавшие столь древней цивилизации что мы даже не знаем ее название в те дни когда этот мир был покрыт океаном сюда доставили несколько групп первопроходцев которых забрали с родных миров и превратили в экипажи подводных лодок их целью было основать поселение и приступить к добыче природных богатств планеты но вместо этого им пришлось иметь дело с бесконтрольными биологическими экспериментами радикальными политическими сдвигами и нападениями враждебной флоры и фауны записи датчиков с навигационного буя позволили нам отследить маршрут одной из таких команд направлявшихся к ближнему форпосту мы полагаем что их судно может все еще находиться там запертое во льдах вместе с запасом полезных материалов так сохраним и в покров так чё они там нам хотят дать скорость кораблей единство и влияние дай скорость о субситовая скорость 40 процентов нейро банк это чё доктор гройк и ее команда изобрели нейро банк органический компьютер который хранит и мозгов загруженных на его жесткий диск что значительно повышает скорость наших исследований однако есть одна загвоздка чтобы функционировать должны должным образом загруженные мозги должны быть извлечены из тел испытуемых и помещены в резервуар с проводящей жидкостью так как наш организм не может долго прожить без мозга испытуемым придется забыть о своем материальном существовании как и ожидалось добровольцы очередь не выстраиваются пока что появился только один ведущий ученый выброс перфект у ничего себе загрузить мозг это было бы не этично ну конечно конечно пусть загружает где у нас вообще работает все посмотрим так лидеры чё у него там требует 6 работает нет приказов божественный проводник а чё означает это у нас в совете место какое-то занимает на другого посадим какого-нибудь ничего него прям сильно интересного такого нет не бессмертный так что давай товарищ так ребуч 6 где он там расформировываем эти уроды тоже меня достали надо их это тоже хлопнуть так чё там горишь совет на добавить кого-нибудь божественный проводник прирост опыта лидера это нам сейчас не надо фунт указов можно поставить у нас еще и бессмертный кстати давай фунт указов поставим пускай будет археолог наш нормально джек гернаут а краска пачки читаем генетическое наследие мы ожидали что такое древнее судно будет давно раздавлено движением ледяных пластов вместо этого мы обнаружили что подводная лодка в мерзла в лед целиком и уцелела вместе с телами многочисленных существ часть из них явно была представителями местной фауны это крупные свирепые и явно опасные хищники другие похоже стали их добычей мы отыскали небольшую группу разумных существ в защитных скафандрах скафандрах никто из них не был коренным обитателем планеты рулан-5 вскрытие показала что все они были пришельцами и дополнили свой генетический код материалом взятым у местных форм жизни нам остается только гадать почему колонисты решили так сильно модифицировать себя но сохранив этот генетический материал в себе они также спасли его для истории так дальше копально так чего у нас 175 тысяч надо чтоб копилось все это изучение окончено изучить кристаллическую сферу это сообщение внутри невероятно сложной кристаллической решетки объекта мы обнаружили закодированный набор инструкций выполнив их в точности мы смогли воссоздать необходимые условия вокруг кристаллической сферы определенное сочетание газов и звездных нитей привело ее к активации вскоре после этого сфера просто исчезла вместо нее образовался невероятный звездный разлом подобного которому мы никогда раньше не видели всем своим видом он словно приглашает нас его исследовать разлом звездный разлом кристаллический разлом необычный какой-то так раскопки завершены так понял это чё археолог свободен типа ну его тогда на этот разлом где он там появился так ну-ка на автоматическом да он в совете ну тогда кто у нас есть где у нас этот с ведущим нашим исследователям так что я не понимаю вот она просто тут сидит то есть она не сидит на корабле она управляет еще планетой не знаю давай кого-нибудь вот этого из покрова да это отправим а вот он вот здесь вода объявляет войну кто отлично подвиги во льдах наша экспедиция на планете рулан-5 завершила изучение брошенных зданий и облобков подводных лодок и возвращается на поверхность мы до сих пор многого не знаем об этой колонии большинство из того что мы нашли просто позволяет представить несколько эпизодов из жизни на особенно одинокой станции несмотря на то что их цивилизация так и не открыла способ путешествовать быстрее света эти древние проводники привели нас к множеству открытий в других областях они продвигали науку в тяжелых условиях которых мы любой ценой стараемся избегать наследие замерзших проводников на 20 лет скорость развития колонии используем использование блок минус 3 процента не очень круто так а что раскопки то у нас есть еще мегаверфь каркас наша мегаверфь частично готова огромный каркас ожидают установки производственных отсеков которые однажды сделают эту станцию кораблестроительной столицы галактики улучшаем так а этого товарища мы отправим раскопки еще какие-то у нас доступные есть нету то есть вот эти нам нужны нам туда добраться надо как-то ладно тогда чили мы отдыхаем сейчас достроиться джиггернаут у нас вот и соберем свои в одну кучу так а вот эти вот крушители два магов и армада тоже мы завершили строительство великолепного джиггернаута это мобильная крепость полностью меняет старые доктрины наступательной войны в космосе она он может собирать и чинить корабли прямо на линии фронта а его огневая мощь позволяет беспощадно подавлять любое сопротивление отныне реп правит галактикой и только глупцы посмеют бросить нам вызов отлично так это мы продлеваем скай наемники будут с нами так у кого-то там черта какая-то появилась да так колония 4 реликт управляет так чему выбрать скорость сбора содержание металлург ремесленника не помню есть они там нет давай вот этот менеджер возьмем так это разлом он начал исследовать а тут чё площадка для упланированителя материи хоть это где она у нас я чуть не помню рой дайсона улучшаем сколько добыча там 102 а где площадка у нас сейчас вот здесь поищем космические базы верфи где мега сооружения политика сооружения во комплекс гроек это чё научный комплекс мегаверфь каркас а вот она тоже улучшаем так насчитаем кристаллический разлом интересно что там будет происходить понимание в отчете что послали нам ученые полностью отсутствует биологический след на дальней стороне разлома что-то прочно захватило нашу сферу и отключило вытяжное устройство поступающие оттуда данные поначалу показались нам неразборчивыми однако со временем обрывочные сообщения стали постепенно обретать смысл мы предполагаем что по ту сторону время течет значительно быстрее а передача происходит в реальном времени попытаться обнаружить скрытые последовательности с помощью и ударить эми по якорному канату ну зачем ударять я не знаю звучит как-то странно надо вот это скрытые последовательности обнаружить это как-то более логично более гуманно как-то стирание разума что это странные события схватили и флот 1 после недавнего прохода через тоннель покрова командир платили и сообщит сообщает о незнакомых ощущениях и эмоциях умы наполнились идеями которые могли прийти извне очевидно что то произошло возможно в результате контакта с псионической энергии покрова пока неизвестно как этот опыт повлияет на эффективность флотилии надеюсь сильно не повлияет чё по сплавам у нас не так много стирание разума наше внимание привлекли умственные изменения произошедшие с командиром флотилии флот 1 спустя месяц после прохода через тоннель покрова стиль командования существенно изменился можно сказать что пережитый опыт привел к возникновению новой черты личности и что там у него возникает произойдет один из вариантов ладно пускай происходит новая черта к ой ой вот один так они у нас там вообще едут нет это сюда корабли починены так у нас все тут я так понял или нет государство ктун пала звездное государство ранее известное как ктун было уничтожено врагами как это повлияет на политический климат галактики пока не ясно так вода значит все там захватила на странные проявления странные события произошли слотили титан после прохода ну понятно еще хотят 200 опыта так тут кстати разлом есть надо туда ехать и изучать и строить так кристаллический разлом дом нам удалось расшифровать еще два слова дом и узрите как это ни странно разбираться в потоках данных становится проще кроме того из постоянного шума удалось вычленить визуальную информацию из полученных изображений мы составили проекцию нашей галактики а заодно отдельное изображение небольшой но необычайно плотно сформированной системы между ними протянулась цепочка звездных разломов по всей видимости это маршрут ведущий из нашего измерения куда то еще на карте нашей галактики отчетливо видна маленькая яркая точка при внимательном изучении оказалось что это реп наша родная система в соседней вселенной горит такой же огонек нам указывают путь поток данных настолько силен что бортовые компьютеры не успевают его обрабатывать какие то данные неизбежно окажутся повреждены или утрачены нужно решить какую информацию сохранять в первую очередь никакую так а частицах или управление полями я даже не знаю ну давай частицах так тут у нас получается пять флотов наших первые жестянщики сменец крейсера супер корыто это чё давай в управлении флотилиями разберемся но первое это значит что у нас кстати 412 из 629 так ну поднять до сотки их и усилить жестянщики это кто коровец фрегатом звездное превращение волна псионической энергии преобразовала звезду брустам превратив ее в нечто совершенно иное звезда класса g теперь странным светом окутывает системы брустам будто сама ткань реальности здесь изменилась а переместимся туда посмотрим что у нас в этой системе а это из-за бури наверно так эти мнения интересны ребята эти чё полураспадни ские родоначальники войну бездне объявляют а это кто вообще реки теке реки теке так совет так скорость кораблей пуска изучают так реликвия пускай вот это счастье стабильность кристаллический разлом происхождение новые изображения на них во всех подробностях изображена хроника родной планеты этого существа много тысяч лет назад здесь по чистой случайности зародилась жизнь газы и энергия скопившиеся у огромного звездного разлома породили живых существ способных свободно опускаться на поверхность планеты и покидать ее будто бы они сами составляли ее атмосферу тогда жизнь такого существа подходила к концу оно рассеивалось на поверхности и перерождалось в небе один за другим вырастали разрушались и вновь вырастали города одна цивилизация сменяла другую физически впитывая в себя знания предков представленные в виде частиц временной промежуток на котором разворачиваются эти события на много порядков превосходит время существования нашей Вселенной итогом такой эволюции стало появление цивилизации высших пробудившихся существ по сравнению с их физиологией самые современные достижения нашей науки кажутся примитивными в базу данных этот вид мы занесли под названием бесформенные процветания наши бортовые компьютеры вновь перестали справляться с потоком поступающей информации нужно решить какие данные сохранить в первую очередь физика или общество в физике больше давай физику чё так ну возьмем вот эту скорость прыжки караван щеки старые и дефективные пусть сгорит неинтересно вообще галактический рынок основе на системе какой на нашей наша маркетинговая компания на планете колонии 1 принесла свои плоды и будущие торговые гиганты сочли нужным сосредоточить большую часть своей деятельности в системе адронелл отлично и что как понять что мы галактический рынок теперь галактический рынок индустриальный мир мегаверфь ядро мегаверфь мегаверфь обрела свое ядро теперь осталось добавить просторные строительные причалы строим так эти тоже отстаньте учет строится еще что там строим дайсона так базу улучшаем защиту ставим сооружение чё там бункеры для ресурсов давай гидропонный поставим это пищи мало приток так чё по управляемости так сотка кораблей есть так изменится крейсер супер корыто это чё у нас один какой-то корабль и линкор мы его переименуем и линкор и титаны там титаны понятно улучшаем так эти у нас пускай они как есть там и сидят так разлом до разрушение мы узнаем все больше и больше подробностей о родном мире этих газообразных существ сейчас нам показали отдельных его обитателей порождение света газа и звездной материи утекшие из разлома поблизости живут в самом настоящем утопическом обществе теперь перед нами возвышается строение невероятной высоты торжество научной мысли целого народа оно протянулось от поверхности планеты до разлома открыв путь в другие измерения которым нет числа пользуясь каналом ведущим с одной грани бытия на другую они начали приспосабливать другие разломы под свои нужды наступил новый этап общественного развития бесформенные заселяли другие измерения и вселенные так же как мы заселяем планеты однако великое достижение обернулось грандиозным крахом звездный канал оказался не способен связывать разрозненные территории такого размера он начал светиться все ярче и ярче разгораясь так что невозможно было смотреть не прикрыв глаза а затем лопнул во всех измерениях сразу в один миг расколов цивилизацию разопщенные сородичи война помогите разломная сфера вылетела из разлома словно брошенный кем-то шар в системе вид открылся межпространственный портал мы открыли дверь или нужно скорее всего запечатать его ну давай запечатаем а то вдруг какие гады вылезут оттуда так надо научных наверно кораблей расформировать все в принципе ему одному только качаться аста наших остальных отправить на этот а покой так этот в рябучного из покрова пускай следует этих всех расформировать так чё это ваш подданный вода достиг третьего уровня специализации бастион отлично так это мы ему ресурсы предоставляем я так понял пищу вот почему пищи так мало пища минералы и энергию в редкие кристаллы нам не страшно так разлом еще идет исследование в нашей столичной системе открылись врата одним фактом своего существования угрожающие всем ее обитателям но благодаря технологиям открытым за время изучения звездных разломов мы навсегда запечатали этот проход теперь уже не узнать что что же именно пыталась прорваться через него но общественное мнение твердо в глазах народа мы одержали грандиозную победу над невообразимо сильным врагом единство физические исследования разлом исследовал так где тут наши ближайшие строительные корабли мега сооружение гиперитранслятора чё а как получить их так он еще разлом будет изучать дам сначала пускай этот изучает пускай этот товарищ изучает титаны модернизированы разлом исследован и новый разлом пошел так упала в управлении флотилиями титаны чё них какая может 20000 всего мало так а есть титаны добавить в этот сюда в количестве не более четырех так спад торговли между измерениями это не страшно аварийная капсула расы сайнур недавно после особо жесткого столкновения между двумя кланами народа сайнурские налетчики в наше пространство вошла аварийная капсула расы сайнур пограничный патруль перехватил капсулу и открыл ее внутри оказался высокопоставленный командир сайнур этот командир поклялся служить нам до самой смерти бесплатно и пускай так контракты продлеваем так а куда можно титан добавить может быть во флот 1 добавить титан так улучшить эсминцы крейсеры по 20 штук усилить улучшить так а тут еще линкоры давай 20 так титаны у нас улучшены пускай все улучшается прорыв в знаниях предложение мира это кто а так разлом руины в пустыне я помню в каком-то прохождении когда я еще не озвучивал ничего просто сидел играл был вот этот терминал и там по уровням как находишь кнопки какие-то жмешь красные синие зеленые интересно может быть если внимательно почитать может быть что-то даст и на какой-то офигенный финал можно выйти посмотрим странный терминал вся пустыня испещрена беспорядочно возведенными и давно заброшенными зданиями из всех обозримых построек в глаза особенно бросается самая большая внушительный купол испускающий тусклый желтый свет стены изнутри целиком от пола до потолка покрыты надписями на неизвестном нам языке посередине главного помещения установлен терминал с двумя кнопками темно-синий и ярко-зеленый мы приступили к расшифровке письменности чтобы понять какую функцию выполняет этот терминал доступ в покров сохраняемся так скорость кораблей проклятие нам нам проклятие не надо давай загрузимся сейчас какое-то другое наверное будет уже события так реп видение туманное и нечеткое но сомнений быть не может это реп наша столица образы ее великих городов хоть и искажены до узнаваемы даже через чур размывающую очертания стен огня и дыма тысячи нет миллионы обезображенных тел устилают с улицами с и все эти принадлежат краси реп запах разложения невыносим ваше будущее среди руин не осталось ничего живого наши массивные орбитальные системы оставляя в небе в небе дымный след начали свое медленное но неизбежное падение на планету неужели мы наблюдаем один из многих возможных вариантов будущего не один из многих это обязательно произойдет как восход солнца это ваша судьба видение обрывается также внезапно как и началось и после него остаются миазмы бурлящий психической энергии так маневренность это не надо нам и мораль армии тоже не надо давай энергию направим в аватар так попытка вызвать психического аватара увенчалась успехом лишь частично хотя это существо и приняло правильную форму и переместилась в нашу вселенную но нашим телепатам не удалось взять его под свой контроль и теперь мы столкнулись с агрессивной психической сущностью которая будет уничтожать все на своем пути а где она вторжение из покрова нифига себе существо из покрова пронзила ткань пространства и материализовала системе хека этот мстительный аватар накопил огромное количество псионической энергии и использует ее чтобы набрасываться на все и всех кому не повезло очутиться у него на пути так надо ехать туда быстренько еще у нас эти есть наемнички наемнички что он будет делать о задержат пока мегаверфь запущена мегаверфь полностью работоспособна и может строить космические корабли доселе невиданных в невиданных количествах так и чё на полностью прямо лучше на ну-ка да отлично а тут а король дайсона не поняла ничего уничтожили что уничтожили да ну и отлично хоть где-то пригодились так давай я думаю обратно мегаверфь и кстати да у нас же есть планета идеальная вот идеальная колония так что тут делать науку наверно буду строить клеточное оздоровление ну жилье есть блага есть так научные лаборатории одно так жилище что у нас научное там еще должно быть так может центр помощи пострадавшим от бурь поставить один поставим вдруг когда-нибудь буря будет а ну а а ская свечей десятилище чё нас дает товары в блага превращает еще одну научную ладно пока пускай строится так стирание разума так стирание разума рамониканские объявляют войну не украл а нашел особенно наблюдает Оперативник в бездна нашел фрагмент безднийского ключа шифрования. Похоже, беспечный безднополитик потерял работающее устройство. Это большая удача для оперативников в бездна. К тому же исследование уникального дизайна и устройства позволило нам взглянуть на взлом кодов с иной стороны. Завершение контракта продлеваем. Стирание разума у флотилии. Ладно, пускай будет. Так, где там? Побазарим шпионаж с этой бездной. Сбор информации. Спящие ячейки. Получить актив. Актив у нас есть. Дискредитация. Украсть технологию. Саботаж. Выражить каперов. Давай технологию попробуем украсть. Панели сферы Дайсона. Может быть это и есть сфера Дайсона? То есть Рой Дайсона в сферу Дайсона превратится? Сейчас проверим. Так, запускаем пока операцию. Сфера Дайсона начальная. Хотя проект еще не завершен. После установки усовершенствованных солнечных коллекторов мы уже начали пожинать плоды строительства сферы Дайсона в системе виртуальной. Прирост. Прирост энергии будет продолжать иметь место и дальше. В конце концов выйдет на полную производственную мощность после завершения сферы. Конечно, мы это улучшаем. О, тыща энергии. Это прям то, что доктор прописал. Это нам надо. До цитадели улучшаем. Так, и тут ставим. Давай, станция. Компьютер для связи с целью и оборона поставим. Потом, когда цитадель улучшится. Разоплотитель материи якорь. Для извлечения материи из объекта пасть дьявола сначала нужна надежная база, где можно построить комплекс. Этот якорь возведен на самом краю горизонта событий и удерживается на месте, несмотря на огромную силу притяжения, при помощи продвинутого двигателя перенаправления гравитации, в котором гравитация объекта пасть дьявола используется для ее же нейтрализации. О, генералы пошли. Космического пиратства. Это что, пираты? Где наши там армады? Пираты против пиратов. Пираты против пиратов. Как правило, Пираты? Таким�� Uno. Космического пирата. Пираты против пиратов. Космического пиратов. Руины в пустыне. Потерянная связь. Увы, члены экспедиции перестали выходить на связь. Последнее донесение, которое мы от них получили, это аудиозапись, на которой неразборчивые крики сменяются полной тишиной. Все попытки возобновить связь пока что терпят неудачу. Мы еще надеемся, что они вернутся, а потому не убираем аварийный якорь, но с каждой минутой надежда улетучивается. Расщепление атома. А, ну это предразумные эти цивилизации. Драконий клад. Дракония могила. Когда наша добывающая станция на орбите драконьего клада меняла положение вдоль особо богатой минеральной жилы, сенсоры уловили нечто необычное. Неповрежденное яйцо эфирного дракона в идеальном состоянии, погребенное глубоко в недрах планеты и окруженное обломками его менее везучих собратьев. Мы извлекли яйцо и вывезли его с места его разработки, но его дальнейшая судьба не решена. Молодой эфирный дракон стал бы для нас надежным союзником. Конечно, давай дракона сделаем. Так, и нападаем на этих товарищей. А что, они не защищаются, что ли? Непонятно. Ядерная гонка вооружений. Станция разобрана. Короче, взорвались там все. Так, а тут что? Сайнурские налетчики, конец. Некогда гордой культуры сайнурских воинов-кочевников больше нет. Войска империи Реп уничтожили последние из огромных космических станций, на которых жило большинство их населения. Беженцы из числа выживших гражданских расселись по всей галактике. Хотя, могли уцелеть некоторые флотилии пиратов и наемников расы Сайнур. Потеря их космические жилища, это сокрушительный удар, от которого они не смогут оправиться. Их рейдам явно положен конец. Наемники Сайнур исчезают. Потери родных систем. Похоже, сильно потрясла наемников расы Сайнур из империи Реп. Несмотря на подписанный с ними пятилетний контракт, эти коварные разбойники исчезли в глубинах космоса вместе со всеми своими кораблями. В последнем сообщении, которое, видимо, являлось кодовой фразой, сигнализировавшей об их отбытии, говорилось, мы отомстим. А что они отомстят уже? Ничего не отомстят. Так, где у них там? Сайнуры жаждут мщения. Крупная флотилия наемников расы Сайнур вышла из гиперпространства в системе Светоч. Похоже, все выжившие отряды этих наемников, бывавшие в других местах, когда мы разгромили их, последнюю космическую станцию, забыли о своих разногласиях и объединили силы. Неясно, как им удалось добраться до системы Светоч, не будучи обнаруженными нашими сенсорами, но они передают нам сообщения по открытому каналу. Два маки реп, выкрушите наши дома. Да с пауза, блин. Короче, понятно. Сейчас вот мы что сделаем. 12 тысяч всего лишь. Сейчас мы всех наших туда. А почему? Да что это? Там же у нас станция. Да, она их хлопнет сейчас. Ну и все, и какой смысл? Робот-мусорщик надо еще. Так, что у нас? Звездный разлом новый какой-то появился. Так, у кого-то черта какая-то. Так, руины в пустыне. Поверхности внутри купола испускают тусклый желтый свет. Стены сверху донизу покрыты надписями на неизвестном нам языке. Посередине главного помещения установлен терминал с двумя кнопками. Темно-синий и ярко-зеленый. Мы приступили к расшифровке письменности, чтобы понять, какую функцию выполняет этот терминал. Что вообще происходит? Ведь связь уже давно прервалась. Украсть технологию. Наши оперативники начали изучать бизнес-исследовательский центр, где бы ни была точка входа, мы ею воспользуемся. Так, выведение яйца дракона. Это у нас что? Исследуем. Короче, исследуется какой-то шифр там или что. Эту технологию хотим упрасть. Хотя какие у них там технологии, если они все отстают от нас? Так, объявление войны. Ктунский конклав. А где этот конклав вообще? А вот, они все никак сдохнуть не могут. Нифига их там. Так, наших бравых туда надо отправить. Вместе с колоссом и со всем. Где у них там столица и всех их хлопнуть. Понятно. Понятно. Да, да, да. Сейчас мы к вам прилетим скоро. Бомбят планету. Бомбят планету. Бомбят планету. так выбор мы вновь установили контакт с научным отрядом они в полном недоумении никто не помнит чтобы отчет посылали дважды или происходило что-то катастрофическое время отправки обоих отчетов совпадает с точностью до секунды вероятно время в этом мире течет с нарушениями наши ученые попали в ловушку купол оказался запечатан а все взаимодействие со сферой ограничивается только радиосвязью подсчитав разницу во времени между новым и предыдущим отчетом установили что экспедиции есть около трех часов после этого крики начнутся вновь попытаться перевести надписи на стенах за это время будет нецелесообразно единственное что им остается это нажать на любую кнопку на терминале в надежде что обстановка изменится к лучшему не синий не зеленые кнопки никак не обозначены будем полагаться на удачу давай синюю армада пропала наша час по их хлопнем дурачков этих вход обнаружен начать операцию так исследования у нас ну так себе конечно под ищи науки всякой так давай счастье возьмем транспортная флотилия с нами летает так а этот чё о драконий клад возрожденный дракон отлично эфирный дракончик классно основана фракция коалиция защита превыше всего выступают за закрытие границ и не вмешательство в галактические дела пускай они там чё хотят выступают мы сейчас будем вначале атаковать так завершение контракта продлеваем они нам еще пригодятся чё это они исчезли что ли а значит все сюда подтянутся а вот армады рожденные в пустоте вот они сюда отправим где колосс а вот он ладно колосс пускай попозже так ну и что вы думаете бомбить тропический мир строят чё-то а а а а а Раскопки какие-то интересные. Так, что у нас там? Научный отряд сообщает, как только они нажали синюю кнопку, в помещении раздался гулкий, расходящийся эхом скрежет. На петлях качнулась невидимая дверь, открывая путь в следующее помещение. Стены здесь сияли тускло-фиолетовым, освещая покрывающие каждый миллиметр поверхности пиктограммы. Рядом установлен второй терминал, как и первый, он оснащен всего двумя кнопками. На первый изображен равнобедренный треугольник, на второй правильный пятиугольник. Нужно опять сделать выбор. Ну, я думаю, пятиугольник будем нажимать. Треугольник так не очень интересно. Так, это забрали. Давай сюда. Так, чё, колосс подтянем, да? Так, чё они там хотят? Это мы против. И покров. Давай сохранимся. На одном из нижних планов покрова мы встречаем духа, который окружил себя каким-то мощным псионическим щитом. Уходите. Пробьёмся через щит. Нашим телепатам, которые и так были источены из-за столь глубокого проникновения в покров, не удалось направить на щит достаточно псионической мощи, чтобы пробить его. Эта неудачная попытка, похоже, спровоцировала духа. Я принесу разрушение в ваш. Что-то здесь говорит с нами что-то чудесное. Проклятие. Проклятие. Давай опять загрузимся. Какой-нибудь положительный эффект получить. А кого, кого чё-то прокачать надо. А вот. Давай вот так, по-быстрому. Сила оружия, давай, получен дар. Урон от корабельных родин на 5 лет. Отлично. Улучшение мегасуржень сфера Дайсона. Так, всё, уничтожили этих дурачков. Так, что там насчёт этой планеты? Где наш колосс? Божественное сияние. Божественное сияние. Так, разуплодитель материализирования. Комплекс гравитационного линзирования, построенный на базе существующей системы перенаправления гравитации, способен перенаправить часть этой силы в линзу, концентрируя её ещё сильнее в выбранной области. Так, давай посмотрим. Стрельба из оружия. Насаждена вера. Божественный шум псионических катушек корабля ребятская звезда, а псионивание затихает, и на какое-то мгновение воцаряется тишина. Жители планеты Юрк-Гурхил стоят с отвисшей челюстью или местным физиогномическим эквивалентом, восхищённые глобальными и личными истинами, которые псионический луч высвобождает из запутанной паутины их разума. Если они не понимали этого раньше, то теперь чувствуют нутроб, что мы все часть чего-то великого. Так. Механические машины или коллективный разум уничтожаются псионическим резонансом. Все оставшиеся биологические поселения становятся спиритуализмом. Юрк-Гурхил получает модификатор «Божественный свет» на 10 лет. Была подвернута насаждению. Ну и отлично. Так, что у нас там с разуплотнителем? Улучшаем. Минералы уже, кстати, в предел уперлись. Продадим минералов. Купим пищи. Государство Ктунский Конклав Пала. Звездное государство, ранее известное как Ктунский Конклав, было уничтожено врагами. И как это повлияет на политический климат в галактике, пока не ясно. Надо еще бездну уничтожить. Рост безработицы. Это типа моя планета стала. Давай. Так, Реп. Колония 4. Рубрикатор пограничные. Во, у меня тут три планеты пограничные. Кто грухил? Грухил? Ну тут я не знаю, все сносить только. Жилье строить надо. Население вон сколько. Какое там население вообще? Ктуны живут. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Так, заменим... Ну давай на биореактор что ли... Давай вот это... Газы снести, газы не надо нам... Галатеатры... Две штуки, чтобы блага были... Кого посадить сюда... Ну вот этого молодого посадим... Пускай сидит... Такое-нибудь решение еще принять... Так, преступность... Повышает... О, давай аркологический проект сделаем... Попробуем что-то такое... А, нет, нельзя... Не должно быть... А, энергетический надо убрать... Так, решение... Меньше 1... Расчистить квадраты... Подожди, не понял... Или застроить все ячейки надо... Ладно, потом посмотрим... Так, миры еще посмотреть эти... Рой... Ну, допустим, так же... Давай ремонтировать все это пока что... Потом посмотрим, а что снести можно... Это снести... И построить... У нас плавы... Посадим кого-нибудь... Лазурные когти... Это кто вообще? Сайнур... А, давай... Посадим... Во... Расчистка... Тюремное поселение... Посмотрим потом насчет аркологического проекта... Так и здесь у нас что... Ну, к było... Да... Макия-тура... У нас что-то же... Пошли... В шоке... Пошли... Пошли... В шоке... Пробеду ли вы... Так, как бы... что-нибудь такое так кого-нибудь посадим ученого посадим вот этого беспонтового она пускай строится третье помещение после нажатия на кнопку с пятиугольником пол раскрылся под ним оказалась винтовая лестница ведущая глубоко вниз у ее подножье обнаружилось обнаружилось третье помещение его стены окутанные нежным голубым светом оказались совершенно голыми без каких-либо надписей как и в предыдущих помещениях посередине стоял терминал с двумя кнопками на одной было изображено четыре точки на другой 6 пора снова делать выбор ну давай 6 где у нас там сфера дайсона улучшаем усилители щита оборона в две пушки поставим а где там наш дракончик посмотрим интересно вырастет хоть так религию эту скорость так колония 3 управляет выпускать производство повышает короче у нас противники осталось бездна вот это и жидкий металл они сидят вообще тихо не кукарекают вот эти прощелыги тоже хлопнуть надо ладно на этом приостановимся и потом посмотрим чё до кризиса в принципе чё у нас 80 лет примерно в 400 году начнутся к можно спокойно потусоваться в галактике получим если ну п что Продолжение следует...